Здравствуйте! В прямом эфире программа «Городские подробности» и я, ведущий, Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Владимирович Куров. Юрий Владимирович, я вас приветствую. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон 2-26-99. Если по ходу нашей беседы у вас будут вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Юрий Владимирович, не могу не спросить, не могу не начать наш диалог с темы дорог. Как можно охарактеризовать ту ситуацию, которая сейчас в городе сложилась, и рассказать о тех предприятиях, которые сейчас отвечают за содержание дорог в нашем городе? Ну, мы в этом году разделили город на 6 контрактов. Если в прошлые годы у нас весь контракт мы заключали тоже с торгов, это Мудор у нас собрал, но мы уже знаем и прекрасно понимаем ситуацию, которая каждый год складывается у нас по состоянию дорог, по зимнему содержанию. Поэтому предварительно мы нашли готовых частных предпринимателей, ОООшки, которые имеют надлежащую технику для того, чтобы могли справиться с дорогами. Но это в основном и получился частный сектор у нас. Я, как уже и говорил, у нас сейчас Дубки и Дубки чистятся одним предприятием, Зарядь, другим предприятием, авиаторов, с частью Шахтерского 3. Это еще один ООО у нас экологический форум. Значит, Маячины у нас чистят отдельно предприятия. И традиционно, если раньше ООО «Колос» у нас, будем говорить, на общественных началах, чистил постановлением, там мы просили, то сейчас он заключил с муниципалитетом контракт и очищает. Есть вопросы у нас по авиаторов. Сегодня буквально у меня получилось два часа в конце дня полностью объехать все дороги и посмотреть, в каком состоянии они. Значит, с авиаторами у нас проблема, у нас проблема она была только потому, что трактор пробил колесо, в запасе таких колес нету, АК-700. Пришлось отправлять машину в Оренбург, пока привезли, пока прошла проплата. Вот сегодня после обеда он вышел, но сегодня авиаторов он до конца не успеет зачистить. Но завтра к вечеру, я думаю, что мы спокойно будем уже в авиаторов ездить. Все остальные дороги, ну, как лакмусовая бумажка, это звонки с жителей. Мы сравниваем прошлые года, намного меньше, даже есть благодарности. Ну, в любом случае мы контролируем этот вопрос. Нам проще в плане того, что, ведя контроль, мы можем уже за какие работы, те работы, которые не выполнены, просто можем не оплачивать. Давай там трехдневный срок устранить все выявленные нами недочеты. Причем за этот трехдневный срок они обязаны за свой счет устранить эти замечания. Но в новом режиме, вот, январь месяц отработали, есть уже претенденты на такую меру воздействия? Есть уже, мы, уже у нас есть и претензии, значит, буквально сегодня разговаривали с тем же Молдором в ужаснейшем состоянии у нас поселок, старый поселок, он по контракту вместе с центральной частью города относится к контракту Молдора. Значит, мы дали трехдневный срок, значит, чтобы привести дороги на старом поселке в порядок. Ну, посмотрим, как будет, но руководитель заверил, что ему этого времени хватит для того, чтобы все дороги там хотя бы, чтобы была возможность разъезжаться спокойно машинам и не мешать людям, которые идут по дороге. Ну, снегопад действительно оказался показателем той работы, которая сейчас проводится. Где-то вот тротуаров на протяжении суток, наверное, не было, и звонки, скорее всего, поступали. Да, по тротуарам, по-моему, и сейчас далеко не все в порядке. Это вот больная, головная боль. Значит, мы буквально вот пришел в январе месяце, в конце января МТЗ, шнекороторный. Мы специально брали новый этот для того, чтобы именно для расчистки тротуаров. У нас 34 километра тротуара в городском округе. Но получается так, что вот уже вторая неделя пошла, мы не можем его поставить на учет. Вот поставщик нам поставил, ну, будем так говорить, неоформленный трактор. Сейчас идет процедура оформления, она как бы затягивается немножко. Мы уже и претензионные письма написали. Я думаю, на этой неделе этот вопрос решится, и мы сможем запустить его в работу. Телефонный звонок у нас есть на линии 226-99. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос по поводу бродячих собак. Я проживаю на поселке Шахтерский-2. И что утром вот ввиду садик ребенка, собаки, и вечером. Я уже звонила в администрацию, но меры не приняли. Спасибо. И так же бегают. Спасибо, Деванат. Ну, по собакам действительно вопрос был запланирован. Сейчас ответим. Да, конечно, я отвечу на этот вопрос. Но я сразу хочу отметить здесь в качестве ремарки. Бродячие собаки, как таковое, это бродячие собаки. И больше всего бродячих собак у нас это в частном секторе. Почему так? Да потому что, как таковых, бесхозных бродячих собак у нас нет. У нас просто люди их отвязывают, и они бегают по улице. Начинается весна, начинается гон, они более становятся агрессивнее. Поэтому здесь мы должны все понимать, и надо привязать их обязательно. Потому что мы понимаем, что подвергаем угрозу жизни не только взрослых, но и особенно детей, которые в школу идут. Почему так относятся люди к этому? Это административно наказуемое нарушение. То есть, если мы сможем доказать то, что эта собака, бродяч, которую мы увидели, забежала в дом, в будку, то есть она, мы будем за это наказывать. Мы пытаемся, у нас на сегодняшний день уже семь протоколов по этому делу составлены. Но все равно очень сложно это доказать. Начинает это не моя, ну и что, что она забежала. Ну здесь просто чисто свою гражданскую ответственность надо проявлять и понимать. Почему так относятся, не знаю. То, что касается отлова, значит, буквально, я так думаю, на этой неделе. Потому что это конкурсная процедура, мы понимаем, что вообще эти вещи надо делать, конечно, в конце года для того, чтобы уже с 1 января мы имели подрядчика, который мог бы отлавливать их, содержать, их прививать. То есть, есть определенный закон, если там раньше отстреливали, таблетками там травили, этого делать категорически нельзя, вплоть до уголовно наказуемого дела. То есть, есть определенные процедуры, вплоть до того, что там кастрировать и выпускать обратно в живую природу, как говорится. Говорят, что собаки после того, как они пройдут все эти процедуры, они становятся неагрессивны. Ну там очень много заморочек в этом деле. Хотя мы, жители, они же не понимают там, как определить степень ее агрессивности, когда она будет агрессивной. Просто хочу сказать, что мы сами живем как на пороховой бочке каждое утро. Диспетчер докладывает, были ли укусы. У нас, к сожалению, за этот период был вчера один укус незнакомой собаке. То есть, обычно в травмпункт обращается, но собака известна. То есть, это где-то соседская или еще что-то такое. Это вот была конкурсная процедура объявлена. В течение 25 дней должен быть выбран подрядчик, потому что деньги республиканские, не местные. Если были с местным бюджетом, может быть, они буквально, пока бюджет не утвердили, мы не можем начать эту процедуру. То есть, соглашение подписано, оно было в конце января только это соглашение подписано. И сейчас мы это, как только порядок с собаками наведется. Но я думаю, что... И есть еще один вопрос, когда я частенько обращаюсь к руководителям предприятий, наша промышленная зона, у нас очень много обращений с улицы Энергетика в районы пятой школы. То есть, там просто-напросто руководители считают, что можно разводить собак. То есть, бесконтрольно они за этим не контролируют. Соответственно, накормить они их не могут, и они начинают тянуться к людям, тянуться на наши контейнерные площадки, чтобы как-то... Вот здесь тоже руководитель, но там уже должностные лица. У нас уже есть несколько предупреждений. Мы проконтролируем, и все-таки штраф от 50 до 100 тысяч на должностное или юридическое лицо, это значительно существенно. Но по улице Энергетиков рядом, там предприятия... У нас там вся промышленная зона, я могу... Там много предприятий, и частных предприятий, и те же шиномонтажки, и те же газовые заправки, там чего там только у нас нет. С улицы промышленные? Да, промышленные. Все понятно. Ну, возвращаясь к теме дорог, что вот можно сказать про ликвидацию колеи? Она как бы у нас... Постоянная эта тема, и работа в этом направлении ведется, нет? Ну, мы... Вот грейдер у нас вышел сегодня, он уже полдня отработал, уже у нас и Пушкина более-менее. То есть она должна быть планомерной, эта работа, потому что мы только вроде бы убираем, там проходит снег, прообразуется накат, и вот той одной единицей грейдера мы попытались найти более мощное такое. У нас не получилось с подземгазом договориться в этом плане. Поэтому будем больше делать нагрузку на наш грейдер и максимально отрабатывать именно по грейдеру, чтобы, ну, вообще реально в течение трех-четырех дней, если не будут позволять осадке, убрать колею. А вот такая мера профилактики, как посыпание солью, применяется? Значит, вот я, к сожалению, вчера у нас в Мананов ездил, был разговор, ездил в Ушимбай, я не могу сказать о чем, договорились, завтра я уточню. Вопрос в том, что есть предприятие, которое выпускает какой-то реагент, и он достаточно недорогой. И вот если договор будет подписан, то мы будем применять и эту меру. Все понятно. Предлагаю сейчас переместить наш разговор в тему уже многоквартирных домов, про капитальный ремонт. Поговорим, какие дома в этом году подлежат капитальному ремонту, и какие работы будут выполнены. Ну, я знаю, что у нас в этом году 26 домов многоквартирных подлежат капитальному ремонту. Какие дома по адресам у нас в общем везде в доступе есть, и на сайте города, потому что на память я их все не могу, 26 озвучить. Единственное, что я могу сказать, у нас порядка 19 домов многоквартирных, это ремонт кровли. Значит, у нас три ремонта фасада, два дома идут под ремонт электроснабжения и два дома под замену лифтов. Вот, это 26 домов, которые мы должны в этом году отремонтировать. Вообще, с октября 2014 года мы отремонтировали, по сегодняшний день мы отремонтировали уже 83 дома из 456 домов многоквартирных в городе. Я считаю, что это чуть больше трех лет, да, даже еще трех лет нет. Это нормальный темп, это нормальное, если мы будем продолжать региональный оператор, вот такие темпы будут поддерживать. Мы эту программу хотя бы раз в 80 лет каждый дом пройдет какой-то вид капитального ремонта. Хочу сказать, что неплохо город собрал по капитальному ремонту, 93,6% у нас сбора. Хочу поблагодарить наших горожан за то, что относятся действительно с пониманием. Ну и с другой стороны, региональный оператор уже вступил в норму закона в силу, начинает вести претензионную работу, то есть с предъявлением через суды определения исков на взыскании задолженности с этого периода, с октября 2014, когда началось числение. И причем сразу об оплате пени, которая за этот период набежала. То, что касается, значит, порядка 180 миллионов уже потратили мы на капитальный ремонт, из них где-то 8 миллионов 300 – это федеральный бюджет, порядка 7200 – это республиканский, чуть больше 15 миллионов – это было выделено из местного бюджета, и остальные 130 миллионов – это деньги собственников. Вернемся к теме капитального ремонта, сейчас принимаем телефонный звонок 22699. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Пожалуйста, говорите. – Я житель поселка Заря, улица Октябрьская, дом 35А. У нас везде все дороги вокруг нас, Октябрьская, потом Уральская, Карагаевская, везде все асфальтировано. Мы, как забытые богом, пенсионеры, ветеран труда, и у нас нет дороги. Почему вот нам не сделают? Мы в грязи поколены, колдобины, ямы там у нас. – Спасибо большое за звонок. – Значит, я знаю, я сам на этой улице живу. У нас остался один там, ну, порядка, наверное, метров 400 участок дороги, который действительно не заасфальтирован. – Это из-за вас не асфальтируют дороги? – Нет, мы как раз заасфальтированы. Ну, такой там удаленный, почти тупиковая эта дорога, но она с выездом на гаражи, который находится за отделом кадров. Я, к сожалению, сейчас не помню, но обманывать не буду, но, по-моему, мы вот этот участок дороги включили в план ремонта на этот год. Вот, могу уточнить, потому что план до конца еще не утвержден, но как один из вариантов, что он рассматривался, сейчас просто на память я не готов ответить, потому что до конца план ремонта дорог не утвержден. Я единственное, то, что могу сказать, это точно, потому что это достаточно затратная статья в плане капитального ремонта дороги, в этом году будет сделана дорога на Ермолаево. И мы по капитальному ремонту дорог постараемся, приложим все усилия, я так думаю, все будет зависеть, конечно, от того, как соглашение быстро подпишет Гостранс, опять-таки, чтобы не получилось так же, как по собакам, но планируем, чтобы к концу апреля мы уже имели контракт на ремонт дорог. Чтобы приступить к работе весной. Да, чтобы приступить, да. Во-первых, мы все прекрасно знаем, даже на той же улице, ой, на той же дороге на Ермолаево, сколько ямочного ремонта нам приходится весной там делать. Практически полностью. Да, и для того, чтобы не тратить деньги из бюджета, а эти деньги из местного бюджета, мы постараемся, чтобы как раз у нас, потому что задача всегда и глава республики ставит, и глава города ставит задачу, чтобы к 1 июня мы полностью заканчивали ямочный ремонт дорог в городском округе. Поэтому задачи надо выполнять, мы стараемся, мы в том году практически к этому периоду и закончили ямочный ремонт. Возвращаясь к теме капитального ремонта, вот вы отметили, что Кумертау один из лидеров по собираемости платы за капитальный ремонт, но тем не менее попадаются все-таки такие подрядчики нерадивые, которые вызывают, наверное, не просто опасения, и целую головную боль доставляют не только, наверное, администрации, но и жителям в первую очередь, которые терпят халатные отношения. И один из примеров, наверное, это вот дом по улице 40 лет Победы, где до зимы дотянули с кровли, и в конце концов, чем закончилась эта история, все знают. Она еще не закончилась. История не закончилась. Да, она еще не закончилась. Пламя видели все, наверное. Конечно. Пламя – это одно, мы видели там такие потопы, что и до сих пор. Вот сегодня даже у нас в 12-м подъезде там, с чего там, не знаю, был сегодня представитель как раз регионального оператора здесь, но я его прям сразу туда отправил, езжайте разбирайтесь, и подрядчик здесь. Вообще, честно хочу сказать, вот это прелесть нашего 44-го закона. Если мы в прошлые годы, в октябре, там, 14-го, 15-го, 16-го выбирали подрядчика на конкурсной основе, где была создана конкурсная комиссия, которая рассматривала все сторонние, будем говорить, варианты, в том числе и добросовестность, качество исполнения работ по капитальному ремонту. В основном, это, конечно, из 26, это все наши подрядчики, и в основном все они работы выполняют качественный срок, но, значит, в этом году мы осенью получилось так, что вынужден, региональный оператор не мы, а региональный оператор объявил также конкурс, провели конкурс. К сожалению, значит, 4 дома у нас попало, по тому же, тот же подрядчик, у меня уже был представитель, сменилось руководство, значит, они вместе с региональным оператором приезжали, убеждали нас в том, что в корне будет совершенно другая картина по качеству ремонта. Мы, конечно, сопротивляемся, но хотя наше сопротивление, это мышиная возня, конкурс есть, мы его отменить не можем, поэтому будем просто прилагать все усилия, чтобы эта история у нас не повторилась. Но я хочу сказать еще то, что со следующего года, согласно постановлению правительства Российской Федерации, не помню я его номера, значит, это будет теперь электронный аукцион. То есть вы и в глаза еще не увидите? Да, мы еще и в глаза их не увидим. Как это будет? Мы тоже уже стучимся, все понимаем, что ведь люди не потому, что платят, что их заставляют, а потому что они видят, что делают. А если мы будем так ремонтировать, причем, как вы видели, что основная доля это средства собственников, ну зачем нам тогда такой капитальный ремонт нужен? Ну, хотя, ну, у нас два дома таких, 40 лет Победы 5 и окружная 13. Там тоже кровля была, но там скатная кровля. Но вот ко мне по окружной 13 приходил подрядчик, то есть те обязательства по возмещению ущерба, какие они брали на себя, они все выполнили. Есть, будем так говорить, расписки тех жильцов, которые подлежали там затоплению или еще что-то такое, о том, что они им материальный ущерб вознестили. Вот по 40 лет Победы мы еще будем зарабатывать. Все понятно. Но есть еще одно нововведение в теме капитального ремонта, это компенсация лицам, достигшим 70-летнего возраста, 80 лет. Ну, оно не нововведение. Во-первых, компенсация, она продлена до конца 17-го года к постановлению правительства Республики Башкортостан. Значит, что касается компенсации, кого она вообще касается? Она касается проживающих одиноко или в семьях, которые состоят только из людей преклонного возраста и находящихся, и не находящихся на пенсии. Вот так будем говорить. Подлежат компенсации, значит, достигшие 70-летнего возраста, там, 50 процентов, достигшие 80-летнего возраста, 80 процентов. Причем компенсация носит это заявительный характер. Обратился человек, значит, заявлением предоставил соответствующие документы, ему идет компенсационная выплата. Причем, будем говорить, она его не лишает права не платить. Человек платит, а ему потом на расчетный счет там или на карточку ему эти деньги возмещают. Для этого он должен обратиться в Республиканский центр социальной поддержки, который доходит на Ленина 22, понимая, что есть люди такого возраста, и не все могут обратиться с заявлением. То есть здесь допускается, значит, через доверенных лиц или через тех же социальных работников обратиться туда с заявлением. – А как обстоят дела у нас с платежами за жилищно-коммунальные услуги? С капитальным ремонтом разобрались? Ситуация хорошая. – Здесь, будем говорить, обстоят дела не больно хорошо, хотя вот этот год очень хорошо сработали управляющие компании в плане сборов. Здесь вообще это особая тема, о которой можно говорить часами. всевозможными способами мы пытаемся заставить людей платить за квартплату. Почему-то люди считают, что это необязательно делать. Ведь вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем. Мы живем в городе, где система эта имеет сотни километров всех этих коммуникаций, которые необходимо ремонтировать. Вот не зря же есть 5% мы должны от сетей. Эти проценты взялись от того, что если мы ежегодно будем 5% на капитальный ремонт нашей коммунальной структуры тратить, соответственно, мы сможем без аварийно, через какой период, полностью отремонтировать свои, то есть на срок службы этих сетей. Хотя у нас срок службы сетей уже у некоторых за 40 с лишним лет достигает. И надо понимать, что сегодня мы можем это позволить, делаем только за счет субсидий, которые республика предоставляет нашим теплосетям и водоканалу, как субсидии на погашение разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, за который утверждает Госкомитет нашим теплосетям эту разницу. Вот только за счет этого мы можем содержать. Плюс, и, конечно, здесь с неплатежами идет уже не вовремя расчеты за то же тепло с Кумертавовской, за электроэнергию водоканалу, потому что там очень большая часть затрат водоканала — это погашение электрической энергии. Но все равно я призываю и говорю, для того, чтобы мы могли более-менее нормально в этом городе пользоваться нашими коммунальными благами, надо платить за это. И еще одна проблема, которую хотелось бы озвучить, которую она у нас буквально месяц-полтора назад всплыла, хотя мы, она эта проблема давно, но она не в таких масштабах. У нас люди, имея индивидуальный прибор учета, это вода электрической энергии, занижают фактические показания своих приборов. Это все равно всплывает. Сейчас закон позволяет раз в три месяца нам посещать квартиру и проверять антимагнитные пломбы, хотя существует и в Ростово. Ну, представьте себе, семья из трех-четырех человек показывает холодной воды 2 куба и горячей воды 2 куба. Это нереально. Управляющая компания, когда закрывает дело, она же видит прекрасно, соответственно, туда мы будем стучаться. Сейчас, я точно знаю, лежит законопроект за воровство и за вот эти неправильные показания, то есть, хотят ввести административную ответственность. То есть, сейчас пока на сегодняшний день нет. Хотя, вот из-за этих показаний страдают те же самые жильцы этого дома. Это первое и второе. Ну, в любом случае, через три месяца сделается перерасчет, если там строится антимагнитная пломба, через три месяца. Ну, все равно придется за эти три месяца рассчитаться, как бы мы ни заезжали. Еще один телефонный звонок. Принимаем. 2-26-99. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Айтурганов Фарид Сергеевич. Я живу в поселке Авиаторов, улица Фруктовый, дом 5. Вот. У нас много лет мы писали, что насчет асфальтирования дороги. И пишут, что кто включен в план, то не включен в план. В 2008 году, как будто вы сказали, что будут асфальтировать. Но до сих пор асфальта нет. Хорошо. Спасибо. К сожалению, значит, прекрасно понимаем, я уже это неоднократно говорил и на прямых эфирах, и в интервью, какой подход у нас идет при составлении плана ремонта дорог. У нас сейчас активно застраивается поселок Шахтерский, поселок Авиаторов и поселок Дубки. Плюс у нас есть еще много улиц в городе, которые уже исчерпали свой нормативный срок. Это слабо сказано, да? И с учетом наших погодных условий приходится это. Вот. Поэтому плюс у нас есть еще и поселок Моясино, где люди тоже хотят, ну, как бы по асфальту походить и пабы это увидать. Потому что поселок Моясино почти ровесник городу. И есть там очень многие улицы, которые асфальты этого никогда не видели. И хотят... В конце концов, есть дорога в Старый Урал. Да. И дорога в Старый Урал, а у нас, я не помню, но вот буквально каких-то там два или три года у нас в Уралке там, по-моему, 250 лет. Вот в Уралку мы там часть центрального сейчас положили. То есть мы вот и походим по тому принципу, постараться в каждый микрорайон, в каждый населенный пункт где-то просто щебнем положить, чтобы он полежал, потом уже к асфальту подвезти, где-то, значит, заасфальтировать. У нас вот поселок Дубки осталась одна единственная улица, поселок Питки, одна единственная улица подлесная, которая без асфальта. Но других улиц хоть какой-то, где с ямами уже, но асфальт. То есть вот с этому подходу. Я не могу ответить там за 2008 год, Амир, но вот в период моей работы, значит, вот мы стараемся как бы подойти и глава, чтобы каждому хоть что-то помочь как-то. И в этом году там тоже будет в авиаторах. Вот мы сейчас говорим, что у нас улица Радужная, да, она практически центральная улица у нас, по которой мы в том году пустили 31-40 маршрут, мы его отсыпали щебнем. В планах у нас теперь уже в этом году весной, хоть мы и говорили, но сейчас уже мы можем с уверенностью сказать, что вот будет контракт на изготовление остановочных павильонов, то есть мы там определимся и уже посредством жителей, куда нам удобнее эти остановочные павильоны, где позволяют поставить. Там тоже, раз это почти центральная улица, да, и по ней ходят, хотелось бы ее тоже заасфальтировать, то есть чтобы было нормально, она как бы и более-менее можно отнести ее к центральной улице. То есть вот посмотреть где-то щебнем, где-то асфальтом. Именно фруктовое не могу сейчас сказать. Юрий Владимирович, ну время нашего общения, к сожалению, подходит к концу. Есть ведь программы, где требуется инициатива от самих жителей, где-то может быть даже софинансирование требуется, но тем не менее государство готово помочь в некоторых вопросах. Например, программа поддержки местных инициатив. Вот асфальтирование территории, там тоже, по-моему, можно поучаствовать. Значит, да, мы уже связывались в этом году с этой программой, с поддержкой местных инициатив. У нас есть по этому программу, значит, мы эти деньги освоили, где-то захотели детскую площадку поставить. Ну, никто не захотел улицу, будем говорить, в основном все наши горожане смотрят глобально, то есть чтобы это было для всех, а не для кого-то там в отдельности. Хочу сказать, что федеральной программой по партийному проекту «Единая Россия» сейчас будет программа «Наш двор». Как в плане того, что мы ждем пока еще и положений по этой программе. Ну, какие деньги на республику выделили, мы знаем уже. Вот, нашему городу однозначно тоже будет. Вот, сейчас будем смотреть, это благоустройство дворов, то есть туда будет входить, значит, освещение двора, установка игровых там площадок или спортивных площадок, расширение там, если необходимо, на стояночные места, и плюс туда же будет входить асфальтирование. Сколько это будет, что это будет. Потом однозначно нам уже сказали, что мы должны провести общественное обсуждение, посмотреть, разобраться, как наши жители, что жители нашего города пожелают, там куда. Ну, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если, допустим, по парку того же Гагарина мы можем провести общественное обсуждение, да, и мнение жителей выслушать и сделать, как они хотят, да, вот, выбрать, что они хотят, то по дворам каждый потянет свой двор. Поэтому как это будет выглядеть пока? Ну, все в охоту, чтобы все-таки поучаствовать в этой программе. Как это будет? Ну, в этом году это будет уже. Ну, одно можно сказать, что вереница из активных жителей уже совсем скоро, видимо, будет возле вашего кабинета, коли уж услышали о том, что... Да, оно уже есть, уже есть обращение и к нам, и в Полицовет, говорит, наша Единая Россия в городе, они обращения есть. Ну, пока мы ответить, мы знаем, что эта программа будет в этом году, и в этом году должны быть освоены до конца года уже деньги. Сколько будет, что будет, пока мы это все... На местный уровень еще не дали эти цифры. Юрий Владимирович, я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы телезрителей, на мои вопросы, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в студии был Юрий Владимирович Куров, заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова